Преображенцам с благодарностью так называется выставка, которая открылась в Государственном мемориальном музее Суворова в Санкт-Петербурге. Именно этот гвардейский полк в начале 20 века пожертвовал музею участок земли в центре города, где по сей день находится памятихранилище великого полководца. Что нового можно увидеть в экспозиции, расскажут наши коллеги из северной столицы. Открытие новой выставки началось с молебна по случаю праздника Преображения Господня. Клирики Спаса Преображенского собора всей гвардии наполнили молитвенным пением стены, построенные впервые в истории России именно для музея. Таково было волеизъявление гвардейцев Преображенского полка в самом начале прошлого века, когда речь зашла о сохранении памяти великого полководца Суворова. И вот теперь история воздает по заслугам самим гвардейцам. Сегодня выставка в их честь. Действительно преображенцы сыграли большую роль в нашем государстве и всегда были на передовой. Кроме Суворова здесь был и Мусоргский, и Держаном, но не говоря уже об Екатерине Второй. Начало все на это положил, конечно, Петр Первый, который был шефом Преображенского полка. На выставке можно увидеть изображения гвардейцев Преображенского полка, их документы, оружие, награды. К числу безусловных музейных редкостей относятся подлинные образцы колющего древкового оружия, представленные здесь же. Позади меня стоят представители движения военно-исторической реконструкции, облаченные, естественно, в мундиры Лепгвардии Преображенского полка. По ним мы можем представить гораздо лучше, чем на иллюстрации, пускай даже исторической, достоверной, как выглядел человек в мундире того времени. Мы видим Преображенцев двух славных эпох, времен Петра Первого, когда полк еще был молод и когда он одерживал свои первые победы в ходе Северной войны. И другая славная эпоха, эпоха Отечественной войны 1812 года. Полк в ней участвовал, просваивался и на Бородинском поле, и в Кулимском сражении во время сграничных походов русской армии. Вот в таких мундирах как раз преображенцы и вступали, собственно, в Париж в 1814 году. На торжественном открытии выставки не обошлось без маршалей гвардии Преображенского полка. Спустя годы, десятилетия и века он звучит также вдохновляюще, патриотично и задорно.